Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте Скоро ты будешь моей Скоро ты будешь моим Блин, я срочно Потерплю Я уж думала, не доживу до свадьбы Моей внученьки Доживете, мама, доживете Дорогие молодожены Юля и Вячеслав Сегодня знаменательное событие Два одиноких парусника Бессмысленно блуждающих В огромном океане жизни Прибило к берегу любви и надежды Надежды на то, что два одиноких сердца Буду добиться в одном ритме Стуча одно слово Люблю Люблю тебя всем сердцем, всей душою И благодарен я судьбе, что ты со мною Со мною ты И свет в два раза ярче И воздух свеж Напоенный тобою Эти стихи Известного сухоложского поэта Валерия Зимянина Как нельзя кстати подходят под этот трогательный, полный трепетом момент Момент, с которого начнется ваша долгая, счастливая жизнь Как с первого шага начинается марафонская дистанция Как с первой снежинки начинается снегопад Как с первого зеленого листочка начинается бурное цветение красок Амур соединил ваши сердца Амур не ошибался никогда Я не зря процитировала продумент Из оперы нашего земляка Нижнетагильца Антона Колобаева Ведь именно в этих строках Отражена вся глубина и торжественность нашей церемонии Ну что ж, пришло время перейти к самому главному Это родители Сколько бессонных ночей провели у колыбели сына родители жениха Галина Васильевна и Петр Сергеевич Молодые, поклонитесь им в пояс Родители желали ему Родители желали ему только одного Чтобы оперившись и вылетев из родительского гнезда Он нашел прекрасную, полную сил, голубку Чьи родители тоже здесь Это Тамара Викторовна и Владимир Дмитриевич И я хочу спросить жениха Согласен ли он? Чтобы я рассказала о них поподробнее Да, согласен Тамара Викторовна Благодаря вам и Юля Из неказистого алмаза Превратилась в роскошный бриллиант А Владимир Дмитриевич Хранил этот бриллиант Как зеницу ока И буду хранить Молодые, поклонитесь пояс и им Исключительно благодаря родителям Сегодня ценный бриллиант Приобретет роскошную оправу Не доживу, похоже Живешь, доживешь Друзья, посмотрите в глаза Юлии Славы Я вижу в них нескрываемое желание Чтобы этот торжественный момент Длился бесконечно Но ничто не вечно под луной Итак, властью данной мне Администрации Кировского района В соответствии с законом о семье и браке От пятнадцатого мая Одна тысяча девятьсот девяносто пятого года Занесенным в реестр Под номером Шестьсот шестьдесят одна тысяча Сто двадцать третьим Хочу спросить жениха Согласен ли он и взять в жены? Ах, появился шанс Давай Юлию Александровну Савельеву Да Уроженку города Невьянск Свердловской области Да Родившуюся двадцатого апреля Одна тысяча девятьсот девяносто-го года Да Тройное «да» звучит у нас А это значит, нет сомнений И в этот тёплый день осенний У нас звучит тройное «да» Блин, зараза, а Помолчи, а У неё на заразу тоже какой-нибудь Стихотворение И я обращаюсь к невесте Согласна ли она Выйти замуж За Кудряшова Вячеслава Львовича Да, да, да И в знак согласия Прошу вас обменяться кольцами А в обручальном кольце Точнее всех выразился наш земляк Писатель Валерий Шульгин В своём романе «Окольцованы» АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы прочитать этот роман полностью АПЛОДИСМЕНТЫ Но, учитывая желание молодожёнов Одеть кольца прямо сейчас Прочитаю только восьмую главу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сынок, возьми меня на ручки АПЛОДИСМЕНТЫ У обручального кольца Нет начала, нет конца И я прошу скрепить ваш брак Подписями АПЛОДИСМЕНТЫ За меня, за неё Эх, молодые, всё торопитесь А ведь впереди у вас долгая Счастливая жизнь В которой нужно ценить Каждую секунду Прожитую вместе АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Родные и близкие АПЛОДИСМЕНТЫ Те, кто уже скрепил Себя узами брака Могут это подтвердить Ну что ж Все формальности Соблюдены Ваш брак зарегистрирован Объявляю вас Кхм-кхм Мужем Что такое это? Я тебя сейчас с собой заберу И с женой АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы начали разговаривать с кошкой Значит вы либо бабушка Либо Маугли Багира 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 Со мной что-то происходит Багира Я не понимаю Ничего не понимаю Что со мной Что-то внутри Клокочет, клокочет То ли это в душе То ли в желудке Я не знаю Что-то хочется А что непонятно Это весна Маугли Весна Весна Бегаю как шельной Туда-сюда Ноги не слушаются Вчера бах в дерево Это сосна Я так и думал Маугли Все пухло Вон все болит за носом Это десна Маугли Десна Здорово А вчера представляешь Выбегали на полянку А там стоит Красивая девушка Я ей говорю Привет Она мне говорит Две тысячи рупий Это цена Маугли Две тысячи уже? Ничего себе Страшную цену Я конечно испугался Я побежал С испугу Пробежал Тысяча шестьдесят семь метров Это верста Маугли Уснул вообще Мне представляешь Приснилась странная женщина Отбирала у меня все деньги И не давала пить Это жена Маугли Проснулся Смотрю На полянке Четыре симпатичных бандерлога Поют и танцуют под музыку Это на-на Маугли Извините пожалуйста Что прерываю ваше выступление Дело в том Что я Ридьяр Киплинг Автор рассказов Про Маугли Мало кто меня помнит А то что я Ридьярт Вообще мало кто знает А то что я написал Песенку Мохнатый шмель Вообще знают Единицы Спасибо 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 Так вот Зачем я вышел Дело в том Что очень большое количество Людей на земле Сейчас Занимаются ерундой А вот ребята Высосали из пальца Целый номер Поаплодируем Итак Вернемся к пальцам Сейчас на земле проживает 7 миллиардов человек Это примерно 140 миллиардов пальцев Представляете Сколько у ребят еще работы Пожелаем им счастья В их нелегком труде Гира Это что было сейчас Это шиза Мало мне В тюрьме сидят люди Которым дома не сиделось Мясников На выход Товарищ майор Заключенный Мясников По вашему приказанию Доставлен Ну что Мясников Давай Подписывай Подписывай Условное Освобождение И гуляй На Я вам что сделал то Вы что Дайте досидеть Мясников Я тебе говорю Подписывай Подписывай Условно-досрочное Освобождение И гуляй На волю Давай Да я вам что сделал то Вы что Меня в самый разгар Кризиса Хотите выпнуть то Я честный преступник Дайте я досижу Так я не понял Полгода назад Мы копали подкоп Хотели сбежать А что изменилось то У вас что РБК не показывает Я реально плохо сплю Последнее время А что так Много знаю Индекс долл Джонса Фьючерс И коурс Доллара Я во всем этом Подразобрался Да так что Спать не могу сейчас Правильно мне Учительница в школе Говорила Говорит Мясников Говорит Не торопись Говорит Посиди Поучи Я только сейчас Смысл ее слов понял Хочу посидеть Поучить Так Мясников Хватит тут Ваньку валять Давай Подписывай все Иди возьмешь кредит Там ипотеку Поживешь как человек Давай А знаю я Я только выйду Дверь на засов Электричество в забор Воду в ров И все Гуляй Слава Сюда же вон Пол страны Стремится попасть Вон Сердюков Как косячит Его все равно Не берут Так По хорошему Значит Не хотим Да Хорошо Тогда по плохому Твоя жена И ребенок Здесь у нас Да вы что делаете Звери Проходим Гражданка Гражданка Веснякова Вот ваш муж Давайте пожалуйста Убеждайте его Давайте Слава Слава Сиди в тюрьме Никого не слушай Мы не пожили Да хоть ты поживешь Слава Так мы о чем с вами договаривались Че ты стоишь Давай Пройдемте гражданка Слава Слава Отлично выглядишь Я знаю Таня Потом подойдете к забору Я вам чая с сахаром перекину Я тебе перекину Я думаю Че они там стоят На работу не ходят Давай проходи Вот товарищ майор Поймал гада Так 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 Что Подкоп копал Подкопка Вот Пожалуйста Мясникова Посмотри Есть еще нормальные зэки Молодец Молодец Бежать хотел Товарищ майор Он На зону Подкоп копал Значит так Гражданин Значит пойдете сейчас На волю Расскажите всем там Что у нас здесь Ну очень плохо Пожалуйста Я тебя прошу А мы вам А мы вам за это Смотрите Что смотрите Вот хлеба Вот смотри Булку Вот сахара Вот килограмм Вот смотрите Масло пачку Пожалуйста Я тебя прошу Давай Договорились Да Только можно Это все тут скушаю Там Отберут Несла Ты здесь скушаешь И уснешь Давай 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 Не 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 Что ж они Все сюда лезут А что же Здесь Так понятно Реклама Какая идет По радио По телевидению Пожалуйста Е Е Е По жизни Да По Жизненно Е Е Е Ты посмотри Что Пожизненно Моя Любимая Я тебя прошу Я тебя прошу Выйдешь Завалишь Кого-нибудь Вернешься Давай Что вы такое Говорите Сейчас мало Кого-нибудь Завалить Надо еще доказать Что это ты И сделал Я тебя как человеку Прошу Я тебя У меня очередь На твое место Я тебя прошу Давай Любую должность Любую Просто За любые деньги Давай Не знаю Разве что Губернатором Губернатором Давай Губернатором Подписывай Ну Молодец Вот молодец Что ты лыбишь Надеюсь Через недельку К вам вернусь С новым сроком Ты куда полетел? На Сахалин За пожизненным Обманул меня? Катина Я тебя не пущу Я тебя не пущу В дерьмо Плохие боксеры Попадают в ад А хорошие В голову Виктор Васильевич Здрасте Нечапаренко Что пришел? Я вам Кубок Тюменской области По боксу принес Ну и зачем мне В Москве Кубок Тюменской области По боксу Интересно Кого хоть выиграл Наташку Рогозину Она знает об этом, нет? Нет Не говорите ей, пожалуйста Хорошо То она меня убьет Ты филолог, Нечапаренко Филолог Несмотря на лицо Ты должен увлекаться литературой Прозой Поэзией Вот где ты был полгода? Отсутствовал По семейным обстоятельствам По каким таким обстоятельствам? Галка моя Забеременеть не могла никак А Галя, ты девушка ваша? Собака моя Я щеночков хочу маленьких Ты идиот, Нечапаренко Все, ты отчислен Давай Виктор Васильевич Что? Ну не выгоняйте меня Ах Пожалуйста 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 А ты красноречимый человек Из-за порядка Ну, ну, ну Пожалуйста Пожалуйста Какие аргументы еще? Ну, давай Пожалуйста Пожалуйста Лола четвертого курса Пожалуйста Ну давай Убей меня депричастным оборотом Ну Чего это? Это междометие Давай Депричастный Ну и Ну, пожалуйста 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 Смени пластинку, Нечапаренко Пожалуйста Пожалуйста Плиз 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 Заел одежду Плиз Пожалуйста Пожалуйста Плиз Пожалуйста Что ты вообще хочешь, Нечапаренко? Что, прям так сказать? Прям так сказать Собачку хочу маленькую. И гарнир какой-нибудь. Меньше надо пропускать, Нечипаренко. Я сейчас не про занятия, я про бокс. Меньше в голову надо пропускать, будешь адекватным человеком. Вообще, зачем тебе филфак, а? Погоняла у меня филолог. Должен я его как-то объективно объяснять. И кто тебе дал такую кличку? Электрики-физик. Да у вас креативная компашка, ты не смотришь. А я, наверное, у вас декан, да? Не, вы у нас чёрт. Ой, извините меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, на дураков не обижаются. Всё, иди давай, иди. Всё. Если вы меня выгоните, я... Что? В районок пойду. Ох. И пожалуюсь на вас. Пожалуюсь, пожалуюсь. Однокоренные пошли, ты смотри вообще. Пожалуюсь. Ну, жалуйся, жалуйся, жалуйся. Пожалую. Виктор Васильевич, важно? Там к вам из Министерства образования пришли. Зовите срочно Нечипаренко. Встань вон туда. Голову закрой какой-нибудь книжкой, чтобы тебя не видно было вообще. Зовите. Максим Николаевич, Максим Николаевич, проходите. Здравствуйте, Максим Николаевич. Добрый день, Виктор Васильевич. Ну, как поживает наш филфак? Вот, поживает, так сказать, дотацией просит. Угу. Ух ты. Это же кубок Тюменской области по боксу. Да. Да, 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 да. Наш студент выиграл, между прочим. Вот, Нечипаренко, что там стоишь? Иди сюда. Да, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Нечипаренко, так сказать, и филолог, и спортсмен в одном лице. Это же гордость факультета. Вот, молодец. Его вчера в новостях показывали. Ну, вот. В криминальных. Его украли вчера, пока чемпионат по боксу шел в Тюмени. Давно, говорю, пора закрывать ваш филфак. Так надо в милицию звонить. Радно, в варьё учат свои взяточники. Ну, не закрывайте, пожалуйста. Ну, как же, ну, филфак же, оно же, ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, папери. Пожалуйста. Эта песня посвящается всем тем, кто служил. Поехали. 2 августа любого года Береты голубые ходят средь народа Дыни забирают, в другие дыни бьют Купаются в фонтанах и водку жрут Наколка ВДВ из девятки флаг И скуки сожаления в глазах сивак Но не бегал с автоматом я наперевес А в тапочках на кухне был я хлеборез Крылатая гвардия, крылатая пехота Кто толком не служил, тому приврать охота Привет! Здорово! С Днём танкиста, братан! Я тоже! Следить за полем боя так непросто Когда под тобой танк Т-90 В танковой атаке так горячо А полковому пизырю так ничо Отдельный батальон, танковая рота Кто в штабе просидел, тому приврать охота С Днём ВМФ, бойцы! Я тоже! Плак и гид, подняй! Десять баллов шторм, левый борт пробит В машинном отделении мотарист горит Экипаж эсминца думал, всё капец Вот такой по средам я крутил фильмец Киномеханики я с северного плода Кто просидел в ДК, тому приврать охота Мой секрет откроем для всех людей Кто в подобный праздник всех пьяней Кто быстрее всех в фонтан залез Киномеханик Писырь И хлеборец Ла-ла-ла-ла 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 Тихо, брата! Тихо, тихо! Тихо, брата! Тихо, брата! Тихо! Тихо!